Последняя моя встреча с ним была, когда он сказал, ну мне придется, ну вот тут Косово признали эти ваши друзья, ну мне придется что-то делать по отношению к вам, ну это не против вас, вы ребята, тут будет чуть-чуть больно, но не так сильно больно, но мне придется что-то сделать, но это вы лично не воспринимаете все это, а я тогда повернулся и сказал, Владимир Владимирович, вы что, давайте еще раз сядем, что вам когда-то нас нужно, может мы все ваши вопросы решим, с чего вы нам указаете? Он говорит, нет, это уже поздно, это сейчас. А может быть он оправдывает, может он в лице Грузии или в лице Украины или в лице Турции в действии-то борется с Западом в целом? Две вещи, он борелся с западными ценностями, он воспринимал наши реформы как западные ценности, для Путина стали большой проблемой, что какая-то маленькая Грузия, которая, по их мнению, только годилась на то, чтобы плясать, петь и там с уликой, и лесгинку танцевать, и шашлыком жарить, вдруг провела, одни из самых лучших, стала первым мировым реформатурой. Это мировой банк, так определили нас, много лет подряд мы были номер первым реформатурой в мире, а мы открыли туризм для России, мы отменили в односторонний порядок визовой режим для них, и мы их запустили. Они видели, что у нас лучшие дороги, у нас лучшие города новой строительства, у нас нет нефти, но почему-то у нас все лучшее, и в целом госслужба такая вежливая, и на границе хорошо их встречать, и денег никто не вымогает, и полиция такая совсем очень необычная для них, и действительно у нас была одна из лучших полицей в мире. И они стали задаваться вопросом, а почему в России это невозможно? Это серьезный был вопрос. На уровне Медведева, например, этот вопрос премьер-министру задавали думе неоднократно. Он начал говорить, что Грузия маленькая, она незначительная, а мы большие. Потом он говорит, уже после войны, да, действительно, Саакашевский враг, но у него многое нужно получить. Это его слово. И для них была идеологическая проблема. И поэтому, если Украина проведет реформу, это и будет поражение Путина. Вот есть теперь общая проблема. У Грузии это Абхазия и Южная Осетия, Украина это Крым и Донбасс. Вы вообще допускаете, что эти проблемы будут в обозреваемом будущем разрешены? Я совершенно уверен, что будут разрешены. Я предсказал в свое время нападение России на Грузию, на Украину, я предсказал Крым, я предсказал Донбасс. Это можно, много хроники существует, это можно посмотреть. Я уверен, что Россия, Путинская Россия, Путин обязательно потерпит поражение. Это первый признак уже реальный. Я считаю, что в Украине он уже потерпел военное поражение на Востоке. И следующее, это после этих сирийских авантюр, абсолютно безрассудных и нерациональных, после того, что происходит в Украине, следующее, это распад его режима и большие проблемы для территориальной целостности России. Страна, которая перестала уважать своих соседей, своих границ, страна, которая относится к своим собственным автономикам, как колониям, а она, например, с Неверного Кавказа, это значит так, не может не потерять дальше контроль над этими территориями, потому что она сама себя это запланировала, сама себя это заложила в основании своей политики. Поэтому вот это будет момент, когда там будет 3-4-5 лет смуты. Это неизбежно, потому что после Путина нет политического класса, который бы мог взять в свои руки, чтобы справедливость была восстановлена, Украинская Украина и все остальные, Молдова, Грузия, вернула свои территории и продолжили развиваться уже с новой Россией, которая неминуя после всех этих передвязков обязательно возникнет, это же нечестность, конечно, но я выживу вот этот сценарий.